Как оформить материнский капитал? И кому полагается единое пособие по уходу за ребенком? На эти и другие вопросы нам ответит Александр Зимин, руководитель клиентской службы социального фонда России в городе Первоуральске. На что можно потратить материнский капитал? Средства допускаются направлять на улучшение жилищных условий, на образование детей, на накопительную часть пенсии родителей, также на оплату товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью. В рамках улучшения жилищных условий с теми разрешено проводить за счет материнского капитала реконструкцию дома в блокированной застройке. Каковы изменения в рамках получения материнского капитала в 2024 году? Материнский капитал предоставляется только родителям, имеющим российское гражданство, на момент появления ребенка, который является гражданином России по рождению. Отцы, которые воспитывают детей одни, либо являются единственными усыновителями, могут направлять семейный капитал на формирование накопительной пенсии. Обратиться за выплатой из средств материнского семейного капитала можно в течение полугода после рождения ребенка. Кто может получить единое пособие по уходу за ребенком? Единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. Выплачивается 50, 75, либо 100% от прожиточного минимума в регионе на ребенка, либо на трудоспособного взрослого гражданина, в зависимости от того, по какому основанию назначено единое пособие. Важно отметить, что для оформления пособия дети и родители должны иметь гражданство Российской Федерации и постоянно проживать на территории России. Как оформить получение единого пособия по уходу за ребенком? Для оформления единого пособия достаточно подать заявление. Сделать это можно тремя удобными для граждан способами. Обратиться лично в клиентскую службу отделения социального фонда по Свердловской области в многофункциональный центр, либо самый удобный способ – это подать заявление через портал государственных услуг. Всю остальную информацию и сведения специалисты фонда запросят через межведомственное взаимодействие. Как выплачивается единое пособие? Первое перечисление производится досрочно, в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении единого пособия. Далее, единый день выплаты пособия является каждое третье число месяца на банковский счет платежной системы МИР.